итак друзья значит я сегодня хочу произвести с вами свой очередной разговор ну разговор который я записываю на фотокамеру Sony Alpha A5000 в этом разговоре я хочу рассказать какие у меня параметры канала теперь и значит о своем доходе о своей бытовой технике сколько она у меня стоит итак значит мой канал набрал 2210 даже 220 подписчиков 2220 подписчиков скоро будет 4 двойки 2222 подписчика но пока он еще не дошел до этой цифры пока еще немного меньше значит что я еще могу сказать значит просмотров у меня в месяц где-то около 40 тысяч просмотров в месяц неплохие показатели где-то от 700 в плохие дни до 3-4 тысяч просмотров в хорошие дни бывают у меня иногда до 4 тысяч просмотров в день когда хорошие видео выходят вот значит такие параметры моего канала ну а теперь я вам хочу рассказать о своем уровне дохода значит мой уровень дохода я вам не буду значит за счет чего я получаю ну могу сказать что с ютуба я примерно получаю доход в районе 8 долларов в месяц ну иногда 6 долларов в месяц 7 долларов в месяц ну где-то до 8 до 10 долларов в месяц ну так если грубо сказать от 6 до 10 долларов в месяц вот так вот плюс минус то есть от 600 рублей до 1000 сейчас у нас доллар примерно 100 рублей стоит но сейчас опять понизился ну грубо говоря от 550 рублей до 900 рублей в месяц у меня доход с ютуба насчет чего я живу я вам не буду раскрывать остальные свои доходы это вам не важно это я закрытая информация не предназначенная для моих зрителей вы и так знаете что я еще был дизайнером шрифтов зарабатывал на дизайне шрифтов до того как стать ютубером начал зарабатывать в 2009 году и в 2015 перестал я быть дизайнером шрифтов сделал за это время 20 шрифтов ну распечатали своими шрифтами несколько книжек детских в издательстве полиандрия но это тоже я об этом рассказывал в своих старых видеороликах ну а теперь перейду какой техникой я владею какую технику я использую для видеозаписи видеороликов на своем канале значит первая видео техника это вот первый компьютер и второй компьютер первый компьютер это древние очень 2007 года там процессор xeon x5460 на 771 сокете кто знает тот поймет его можно ставить на 775 сокете тут я поставил его на материнскую плату на 775 сокете от ASUS P5QSE называется материнская плата ASUS P5QSE значит вот на такой материнской плате он стоит там 16 гигабайт оперативной памяти ASUS DDR2 16 гигабайт 4 модуля по 4 гигабайт это очень редкая память очень дорогая сейчас один модуль на 4 гигабайта DDR2 памяти стоит где-то от 2 до 3 тысяч рублей значит это очень сложно ее найти и купить себе вот значит этот компьютер 2007 года там процессор стоит конечно сам компьютер новее покупался и собирался где-то в 2016-2017 году но так он 2007 года процессор в себе имеет значит цена на него где-то ну порядка 20 тысяч если так вот все подсчитать там видеокарта стоит GeForce GT 1030 она тоже стоит где-то 9 тысяч рублей одна только видеокарта и оперативная память стоит где-то 10 тысяч рублей вот оперативка и видеокарта уже стоят 19 тысяч рублей плюс там материнка корпус SSD-шник на 512 гигабайт два жестких диска там по-моему или один жесткий диск я аж не помню на 2 терабайта ну короче вот так он где-то в районе 20-25 тысяч рублей стоит это вот старый мой компьютер теперь второй мой компьютер вот стоит вот здесь вот этот левее стоит а этот правее от меня значит новый компьютер мой он стоит 254 тысячи рублей что он в себе имеет процессор Intel Core i7 11700K 11-го поколения Core i7 самый мощный самый производительный среди Core i7 11-го поколения мощнее его Core i7 нету в 11-ом поколении это самый мощный с индексом K и с видеокартой встроенной в процессор стоит он сейчас где-то 35 тысяч рублей один процессор 11700K значит материнская плата на Z490 чипсете от гигабайта Vision G ну Z490 чипсет покупал я ее где-то за 23 тысячи рублей сейчас она примерно столько же и стоит потому что курс доллара вырос значит 128 гигабайт оперативной памяти DDR4 это канитель тоже сейчас стоит где-то порядка 32 тысяч рублей сейчас оперативная память DDR4 очень сильно подешевела ну 32 тысячи рублей я за нее заплатил видеокарта от Palito NVIDIA GeForce RTX 4070 как вы знаете я поменял видеокарту сломанную видеокарту возвратил обратно в ДНС мне по гарантии вернули деньги за нее я доплатил еще порядка 15 тысяч рублей и купил видеокарту RTX 4070 от фирмы Полит с дополнительным питанием 8 пин а не 16 пин потому что 16 пин это говеное питание вот это вот кабель питания говеное поэтому я с 17 пиновым разъемом питания купил эту видеокарту от фирмы Полит стоит она сейчас порядка 75 тысяч рублей вот так я прикинул посчитал где-то мой компьютер стоит 254 тысячи рублей то есть четверть миллиона рублей так вот я вам сейчас рассказал о своих компьютерах два компьютера стоят порядка 270 тысяч рублей оба компьютера если их сплюсовать 25 тысяч рублей и 250 тысяч рублей получается где-то 275 тысяч рублей ну округляю пускай 300 тысяч рублей еще я вам хочу сказать каким видеооборудованием я обладаю значит есть у меня два смартфона вот вот таких вот poco м5s два таких смартфона одинаковых совершенно один я купил примерно чуть больше полугода назад второй я купил в августе недавно я купил месяц еще не прошел в августе 2023 года вот теперь у меня два смартфона они стоят один смартфон стоит порядка 18 тысяч рублей два смартфона стоят 36 тысяч рублей если умножить надо 18 36 тысяч рублей вот на эти смартфоны я снимаю вот сейчас я вам покажу каким смартфоном я снимаю вот таким вот видите вот такой вот смартфон poco m5s вот таким смартфоном я снимаю свои видосы так и значит теперь к фототехнике иногда я снимаю коллажи там эти как их называют ну не коллажи ну панорамы снимаю своими фотоаппаратами снимаю эти слайд-шоу видео делаю со слайд-шоу своими фотоаппаратами значит что я еще могу сказать про своих фотоаппаратов всего у меня их 8 штук зеркалки всякие дорогие недорогие беззеркалки тоже дорогие недорогие и еще я имею 24 объектива к этим фотоаппаратам не считая которые надеты на самих этих фотоаппаратах если посчитать которые надеты на фотоаппараты то это там около 30 объективов получится значит 30 объективов и 8 фотоаппаратов зеркалок без зеркалок ультразумов суперзумов значит все это стоит примерно тоже 300 тысяч рублей итак два компьютера у меня стоит 300 тысяч 8 фотоаппаратов зеркальных беззеркальных суперзумов ультразумов стоит с 24 объективами стоит тоже 300 тысяч рублей это уже 600 тысяч рублей и плюс 4 см вернее два смартфона Xiaomi POCO M5s стоит 40 тысяч рублей вот 640 тысяч рублей вся моя фототехника но это еще если посчитать мониторы у меня три монитора вот и телевизор мониторы где-то стоят все если их сложить три монитора ну порядка 30 35 тысяч рублей стоит и вот этот телевизор стоит 20 тысяч рублей который вот этот телевизор 20 тысяч рублей значит 640 тысяч рублей плюс 30 тысяч рублей плюс 20 тысяч ну грубо говоря 700 тысяч рублей 690 тысяч рублей и так вот я посчитал всего у меня 700 тысяч рублей моя техника стоит на которую я снимаю свои видосы что в эту технику входит три монитора два двадцати четырех дюймовых один двадцати восьми дюймовый 4К монитор два компьютера один старый другой сравнительно новый потом вот этот телевизор два смартфона которыми я пользуюсь но еще не говоря какие у меня просто так лежат еще у меня три смартфона есть старых но я их уже не включаю в стоимость потому что я ими не пользуюсь не снимаю на них уже давно яндекс телефон у меня еще был и сейчас он у меня есть но я на него уже давно не снимаю уже где-то около года я на него не снимаю так значит сказал я вам компьютеры мониторы телевизор смартфоны плюс еще двадцать четыре объектива и восемь фотоаппаратов разных моделей никон канон sony ну вот такие вот я имею фотоаппараты такую технику я имею на этом я свой видос заканчиваю кто не подписан на мой канал я вам рекомендую подписаться на этот канал поставить ваш королевский лайк буду благодарен вам если вы подпишитесь на мой канал после просмотра этого информативного видео на этом я с вами прощаюсь до новых встреч на моем канале всем счастливо всем гудбай и пока пока